Всем добрый день! Сегодня приготовим классические ванильные кексы. Это базовый рецепт. Украшать я их буду сливочно-сырным кремом, который состоит из сливочного масла, сливочного сыра и сахарной пудры по вкусу. А все ингредиенты для теста должны быть обязательно комнатной температуры. И начинаем мы, конечно же, из приготовления теста. Берем мягкое сливочное масло и растираем его с сахаром миксером на низкой скорости примерно 2-3 минуты. Все четкие пропорции я оставлю вам в описании к этому видео. Из этого количества продуктов у меня получилось 16 небольших кексов. Затем по одному добавляем яйца. После каждого добавления тщательно перемешиваем тесто. Яйца тоже должны быть комнатной температуры. Это базовый рецепт, как я уже сказала. И дополнить вы его можете чем угодно. Орешками, ягодами, сухофруктами или заменить часть муки на порошок какао. И тогда у вас получатся шоколадные кексы. Просеиваем муку, разрыхлитель, ванилин и немножко соли. Буквально щепотку. Перемешиваем до однородности. Получается достаточно густое, вот такое вот красивое однородное тесто. Выпекать такие кексы можно в бумажных специальных формочках или специальных чашечках. В любых формах, которые у вас есть. Я выпекаю обычно кексы в силиконовых вот таких вот формочках. И заполняю форму примерно до половины. Тесто подходит. Не сильно много теста выкладывать в формочку не стоит, так как кексы могут просто убежать из формы. Выпекаются при температуре 180-190 градусов примерно 20-25 минут. Проверяйте готовность деревянной палочки. Получаются вот такие они достаточно ровные, красивые, очень ароматные. Из силиконовых формочек они выходят очень просто. Оставляем кексы полностью остыть и тем временем готовим крем. Взбиваем сначала мягкое сливочное масло минутки 3-5 на небольшой скорости миксера. Когда масло взбито, добавляем сюда сахарную пудру по вкусу. Я добавляю 5 столовых ложек и сливочный сыр. Я беру сыр маскарпоне и обычно добавляю его в охлажденном виде. Ничего не сворачивается, масло не сворачивается, крем получается однородный и красивый. Но можно оставить сыр при комнатной температуре, чтобы он был такой же температуры, как и масло. И потом уже добавить в масло во взбитое. Так тоже можно и крем тоже получится. Взбиваем. Если добавляете маскарпоне, то больше 2 минут взбивать точно не стоит. Если берете с Филадельфию или Альмета, можно повзбивать минутки 3-5. Получается вот такой крем. Этим кремом покрываем наши кексы сверху. Просто берем чайную ложку и обмазываем верхушку каждого кекса. На данном этапе кексы уже должны быть полностью остывшими. Из этого крема можно наделать очень много красивых украшений. Он достаточно устойчив, не плывет. И украшения получаются очень красивыми. Поэтому я окрашиваю крем в несколько цветов. Зеленый, розовый и красный. И буду украшать. Из розового я буду делать розочки. Поэтому выкладываю розовый крем в кондитерский пакет. Вот таким вот образом. Как бы вымазывая сам пакет по бокам кремом. Вот таким вот образом. А центр заполняю белым кремом. И украшать буду при помощи вот такой насадки. Отсаживаю простые розочки. Затем зеленым кремом сделаю немножко листиков. И добавлю еще несколько декоративных элементов красным кремом. Украсить такие кексы, конечно же, можно на свой вкус. Как вам нравится. И, конечно же, по своему умению. Спасибо вам за просмотр. Приятного вам чаепития. Попробуйте этот рецепт. Надеюсь, он вам пригодится. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok